Теперь первый аспект природный талант. Совершенно ясно, что для того, чтобы попасть в среды профессионалов, нужно обладать талантом. Если у вас нет таланта, профессионалом вы не станете никогда. Поэтому первое, что должен узнать Гочи, это относится к категории одаренных людей. Сколько времени и усилий вы тратите на занятия? Как соотносится ваш уровень и уровень других спортсменов примерно с таким же стажем занятий? Если вы тренируетесь уже больше двух лет и все еще находитесь с начальным уровнем, значит лучше всего оставить гонки в качестве увлечения. Если же вы прогрессируете быстро, значит возможности для того, чтобы стать профессионалом у вас есть. Хороший способ определить у себя наличие таланта – засечь срок, который требуется для освоения новой техники и пределения препятствий на трассе. Если вы реагируете быстро, то талант у вас есть. Если же нет, то оставайтесь любителем. Другими словами, перед тем, как ставить себе цели, убедитесь в наличии возможностей. Но не ограничивайте себя. Не забывайте, что стремление, дисциплина и подготовка значат очень много. Говоря о них, о следующем аспекте, который мы рассмотрим, не забывайте, что даже если у вас есть талант, он лишь половина вашего успеха на пути в ряды профессионалов. И менее важно ваше стремление к успеху. Только на одном таланте или желании далеко не уедешь. Вот что об этом говорил Орсон Марвин. Это лучшее, что есть в вас. То, что не позволяет вам относиться к жизни с безразличием. Вы можете добиться успеха, лишь наивисшим напряжением всех сил, но лишь только посвятив выбранному делу всего себя. Необходимо полностью концентрироваться на своих усилиях. Вся энергия, настойчивость, должны быть отданы выполнению своего дела. К тому, что вы выбрали, иначе ничего не получится. Умерьте амбиции, замените их желанием и решимостью побеждать, которые не знают поражения. Только контролируемая воля, максимальное усилие, постоянные действия, может открыть ваши истинные, глубоко заложенные возможности. И если бы Орсон знал о мото-кроссе, он бы обязательно добавил еще многое другое. Лучше, на что вы способны, и еще многое другое. Короче говоря, вы должны быть целиком и полностью преданы своему делу. Мото-кросс крайне тяжелый вид спорта. Он потребует от вас напряжения всех возможностей и успеха физических. Чтобы добиться успеха, необходимо сочетать талант и стремление к цели. Если гонщик стремится к цели, он сможет доставить себя постоянно заниматься и будет улучшать свои показатели с каждым месяцем и годом. Многие молодые гонщики пытаются брать напором, но настоящие победители уделяют гораздо большее внимание дисциплине, достойчивости и положительному отношению к своему делу. Я не хочу говорить, что это долгий и скучный процесс. Занятия мотокроссом интересны, но не только. Кто-то думает, что сможет стать профессионалом, получая только удовольствие. Но на самом деле этот вид спорта очень тяжелый. Чтобы успешно выступать среди профессионалов, гонщики упорно преодолевают трудности и бытовую тренировочную рутину. Занятия, проверки мотоцикла, травмы, а также другие виды подготовки, необходимые для нахождения в лучшей форме. Любитель не будет столько трудиться с целью улучшить свои результаты. Для профессионала это становится образом жизни. Проще говоря, профессионал должен давать все свои силы подготовки, чтобы лучше выступать на трассе. Для любителя это не так важно. Безусловно, профессионал вынужден платить за свои успехи. Мне нравятся два изречения о цене. У всего есть цена. Если мы хотим чего-либо добиться в жизни, значит, надо приносить какие-то жертвы, чтобы это получить. Чем выше цена, тем больше жертва требуется. За успех придется платить больше всего. Но мы не должны забывать, что награда будет стоить вложенных усилий. Путь к успеху состоит из лишений. А теперь высказывание известного Наполеона Хилла. Не стоит добиваться своего хитростью или угрозами. Лишь только заплатив соответствующие цены, вы добьетесь своего. Значительная часть подготовки — это тренировки, тесли, питание и сон. Не наскок, а постоянная дисциплина, постоянное действие с целью улучшить свое мастерство. Кому-то эта задача может показаться очень тяжелой. Но гораздо легче. Ее делает осознание факта, что карьера профессионального гонщика — городка. И он не будет заниматься этим всю свою жизнь. Профессионал должен сохранять свою форму максимально в течение 8-10 лет. Указанный срок гораздо выше среднего. Поэтому пока существует такая возможность. Стоит отдать всего себя делу. Больше шансов уже не будет.